Приветствую Джафар, Дмитрий, приветствую всех наших любителей бокса, кто сегодня празднует в Лыгдень, праздник воскрешения Господнего, то с праздником. С Джафаром только что и с Димой говорили, неделька, в общем, как бы вроде бы должны были получить удовольствие, но как такового, я понимаю, удовольствия нет. Джафар, почему ты не слишком доволен уикендом? В первую очередь качество самого бокса и качество самих боев оставляло желать лучшего, а во вторую очередь многие, кто должны были выступить получше, выступили намного хуже, чем я лично ожидал, но нет, в целом тоже. Дим, как ты оценишь свое настроение после просмотра поединков уикенда? Ну, сказать, чтобы все новое удовольствие получило от поединок. Ничего такого особенного не было. результаты предсказуемые. Бокс такие себе. Ну, дается можно, но шубка-шуб супер. Анатолий говорит, что он не успевает. Ну да, следовало ожидать. Сам предложил и сам не это вот. Я вам скажу так. С Эммануэлем Родригесом, ну, оплошали мы полностью. Я, честно, сейчас будем разбирать. Я просто так и не понял, на хрена ему был этот поединок. С Астанионисом, ну, с поединками, которые мы видели в главном, скажем так, ивенте уикенда, ну, все было, в принципе, как бы по делам, победители справедливы, а то, что, в общем, как бы выступили не очень. Ну, так мы всегда говорили, что у нас, знаешь, как есть две такие разницы. Если оппозиция хреновая, то мешкобой. Если оппозиция как бы держится, то чемпион хреновый. Ну, сейчас об этом поговорим более детально. Ну, и давайте начнем. Диана Арена, Осака, Япония, Эммануэль Родригес, Риосинь, Кишида. Напоминаю, что Эммануэль Родригес в 12 раундах проиграл свой титул чемпиона во втором наилегчайшем весе IBF. Ну, на мой взгляд, бездарно. Что вы скажете? Давай, Джокуль. Да, я полностью соглашусь, абсолютно бездарно, как будто они поменялись ролями. Знаете, чемпионом был японец, а Родригес пришел такой свежий боксер, сырой абсолютно. То есть он вышел, во-первых, не нащупал, как будто у него бесплана вышел. То есть не знал, с какой дистанции будет боксировать, хотя с японцем можно было боксировать в любой дистанции и можно было быть успешным. Японец, как будто у него за спиной вот все эти соперники с разного калибра, разных стилей. Он перестраивался. Сначала со средней попробовали. Родригес дергал, дергал, дергал. Не получалось. Потом вошли на ближнюю, в которой японец... Я не видел ни одного боя, где японец был успешен и не пропускал на ближнюю. Родригес даже там, у него были трудности с донесением ударов. То есть пока Родригес что-то... Мне кажется, либо он его недооценил, либо он его переоценил. Потому что я так не понимаю. Он его дергает, дергает, пытается на что-то вывести. Зачем ты бей сразу? То есть там финтить. Пока он дергал, японец набрасывал, спокойно выходил сухим из воды, грубо говоря. Поэтому Родригес показал выступление абсолютно не чемпионского уровня. Не знаю, боялся входить в какие-то размены. Хотя у него за плечами такие бои, что, мама не говорю, он умел и первым номером поработать. Он умел, если не получался, на второго перестроиться и отлично контрить. Японец по печени очень грамотно ему попал. То есть говорит, что он безударный. Там не имеет значения безударный, не безударный. Если попадаешь по печени так четко, соперник будет падать. И, ну, разочаровал Родригес. Не знаю, не хочу тут разбрасываться теориями заговора о Якудзе и так далее. Но нас обманули очень сильно. Нас обманул Родригес. Дмитрий, что ты скажешь? Ну, я что не ожидал, Нишиде такого. Ну, я знал, что он, в принципе, как иду в боковых некоторых фаворитов. Ну, Родригес разочаровал. Ну, вот, потому что он и упал от удара. Он, вроде бы, как, ну, держав до того. Ну, там его на ООЯ, конечно, побило. Ну, кроме того, он вроде таки в державку мало. А то Нишида, ну, показал японский дух самурая, можно сказать. Так, что он и швидше, и точнейший був им непогано, он был и по корпусу. А в другой половине Родригес втомился. Я вважаю, что закономерная перемога Японца. Он все сделал, что ему нужно было для победы. А Родригес откровенно разочаровал. И то, что проблема была, то, что он еще, может, с правдой, что Верек Жафарка побалялся, может ударить, не знаю. Ну, мне кажется, что Родригес, наверное, недооценив соперника. То бой проракал. Я, вот опять же, недооценил соперника. В чем недооценил? Ну, в чем? Что, типа, я недооценил его, что он будет простой, как угол дома. Либо я недооценил, что я ни хрена не буду делать. Я вот одно не понимаю. Постановка вопроса. Недооценил соперника. Ну, мы видели Родригеса в боищах, да. Когда надо было рубиться, когда надо боксировать, и то, и другое у него получалось. Да, но мы не видели японца, то есть с таким арсеналом, который он показал сегодня, вот эту работу, корпус, голова, там, как он на ближней грамотно, то есть встречал, перехватывал. Этого я лично не видел, то есть сегодня он для меня открылся в одном свете, поэтому я думаю, может, такой вот шок произошел. Но, опять же говорю, Родригес – это не тот человек, которому можно шокировать. У него за плечами там достойный соперник. Я вот смотрел этот поединок, я смотрел его в записи, прямо не удалось посмотреть. Я с первых раундов, я у меня задался вопрос. Зачем Родригес вышел в ринг? Зачем? Для чего? Вот здесь вот действительно, может, ему просто заплатили денек немерено и сказали, блин, дорогой мой, на своих двоих, да, с хорошим банковским чеком, поедешь себе, а там еще заработаешь. Потому что просто есть некоторые вещи, которые ты можешь объяснить, да, там. Японец показал действительно большое сердце, он его перебивал, вот реально он наносил там хотя бы на один удар в жестких обменах больше. Но этого не было. То есть Родригес, опять же, если против тебя работает соперник с ударом в корпус, там, голова, там, то ты можешь его просто смести. И там же дело в том, что работа голова, то есть работа его не была направлена на то, чтобы подхватить, да. Ну, может быть, если Родригес пошел вперед, мы там что-то увидели. Но восемь поединков, восемь побед, одна победа нокаутом, здесь уже можно позволить себе рисковать. Тем более ты понимаешь прекрасно, что ты выдерживал удары у куда более значимых бойцов. А здесь вот, знаешь, как отдался течению. Вот прошел 12 раундов абсолютно, даже не попыток, даже когда, мне кажется, ну, ты уже понимаешь, что ты проигрываешь бой, ну, попробуй хотя бы рискнуть, попробуй найти нокаут. Ну, это непросто. Поэтому для меня в минувшем, проходящем уикенде поединок Родригеса против Нишида – самый непонятный бой. Самый непонятный бой. Ну, и как бы бог с ним. Дальше, тогда переходим уже к вечеру бокса на тема Байл-Арена, Лас-Вегас, Невада, Эймонт Астаньонис, Габриэль Маэстре, прошу прощения. Что не понравилось в этом бою, Джафар? Мне не понравилось, что вот, я говорил, что вот стили у них похожи, но Астаньонис должен быть более креативным в этой стихии. Вот то, чего я ожидал от Астаньониса, вот этого различного выбора ударов, подстроиться, там, смет, там, может зайти за слабую руку, это я увидел от Маэстро, то есть у Маэстро, а у Астаньонис, он, ну, как был до этих всех травм, он так и остался, если не стал хуже. Я упрусь в соперника, я буду вкладываться в каждый удар, несмотря на то, что уже, ну, не получается, ну, начни там комбинационно работать, набрасывать. Нет, все это я видел от Маэстро, то есть Маэстро, когда ему нужно было, разрывал дистанцию, когда нужно было, входил, там, апперкоты, фуки. А Астаньонис, у него был очень скудный, очень скудный, скажем так, репертуар, то есть ставил ставки, он на одни и те же удары, они не проходили. Да, он бил точнее, да, он бил сильнее, но я все-таки хотел увидеть что-то новое, потому что в этой категории, ну, сейчас нужен вот человек, который сделает заявление. Энис там в подвешенном состоянии, сейчас он дерется там с обязательной защитой, и Астаньонис должен показать, что я их вот здесь есть, я вернулся. Но этого заявления я лично не увидел. Может, хорошо, дадим ему вот наш кредит доверия, скажем, пусть это была разминка, пусть вот дальше нам в следующем бою хотя бы покажет что-нибудь, от чего мы скажем, вау, Энису нужно подниматься, потому что эта категория принадлежит Астаньонису. Дима, что ты скажешь? Ну, что на стадионе Сашей повлиял же, я думаю, простой. Ну, после простой он вернулся и показал, ну, боединок, да, согласен, что не все там в него получилось, ну, такий боединок, я не думаю, что он смог бы показать после такого простоя. Ну, что смог, он и сделает для победы. Он не использовал удары, там, контри бічными, там, я знаю, что проходил на него оверхенды, я смотрелся. Ну, вот, получалось, конечно, кое-что и в маэстро, ну, небагато него выходило, потому что в большинстве раундов програли, програв маэстро, и тут же никто его не мог витягнуть, потому что Астаньонис заслужил на перемехи, и я думаю, что десь раунд в 8 точно взял. — Говоря о поединке Астаньониса с маэстро, я не понимаю твоего пессимизма, Джафар, потому что, а что, мы видели Астаньониса каким-то другим? — Ну, вот я ждал, я же говорю, я ждал, что заявление будет какое-то. Мне Астаньониса, стиль Астаньониса никогда не нравился, я вот поэтому же думал, может, какой-то произойдет этот скачок, там, на ногах. — Единственное, что может произойти у Астаньониса из скачков, это скачок напряжения в его квартире. Вот. Астаньонис — это такой, знаешь, жесткий любитель, который вот все любительское и перевел в профессиональное, максимально его ужесточив. Хорошо работает за блоком, то есть, ты понимаешь, когда у человека нет феноменальной техники, да, когда, ну, грубо говоря, когда он не Флойд Майвезер и не Роид Джонс, что ему остается делать? Работать с тем материалом, с тем арсеналом, который у него присутствует. И надо сказать, что Астаньонис очень хорошо. Под джебом он, несмотря на то, что джебов больше выкидывал маэстро, Астаньонис под джебом попадал больше. Комбинировали они, опять же, настолько одинаково, что, ну да, то есть, увидел снизу удар, да, там, по корпусу, там, по голове, точно так же. Они одинаково работали. Единственное, что маэстро набрасывал много ударов, но эти удары приходились по блокам. Но было смешно, когда Астаньонис все время бил там левый боковой, а он проходил над головой маэстро, понимаешь, там, и, ну, ударя перкот. То есть, здесь можно сделать вывод, что все, что маэстро, что Астаньонис, они по-прежнему любители только, вот, скажем так, в профессиональной стезе. Потому что умение, как бы, перелопатить свою комбинаторику, ну, вот как Вася Ломаченко, он бьет одни и те же удары. Если что-то не так, это не работает. Когда соперник стоял напротив него, когда соперника можно было раскрыть, перестучать, сработать на скорости, это работало. Сейчас это не работает. Точно так же, как и у Астаньониса. Средний темп, когда и маэстро, и Астаньонис, в принципе, успевали перегруппироваться от своих ударов на защитные действия. Поединок, поединок ровненький, поединок без какого-то, знаешь, там, благодатного огня снизошедшего, да, там, от зажигалки, понимаете, или фосфорного соединения. Ну, а поединок двух работяг, вот, двух работяг. Сможет ли Велтервейтис Тонионис и дальше, скажем так, доминировать? Ну, давайте послушаем. Дима, что ты скажешь, сможет он доминировать, либо это все жопа? Ну, если против Аниса, то на букву Ж. А если кто-то попроще, то победить. Ну, а ты что думаешь, Джафар? То же самое, если против Аниса, то на букву Ж. Ну, смотрите, вот у нас есть в Велтервейте еще Марио Барриас, да, Теренс Кроуфорд, скажем, я так понял, что он уже уходит первый средний вес, вот, но у Стониониса тут Шахрам Гиясов, Эрол Спенс, Габриэль Маэстро, только что он победил, ну, Дерри Куэллос, ну, единственный, кого там все знают и плюются при его упоминании, это Эдриан Бронер. Ну, вот, Эрол Спенс, понятно, Шахрам Гиясов, вот этот вот товарищ, который все время играет молодого Аполлона и чей стиль бокса такой же, в общем, как бы, вздевательный, как и у Эмэса Стониониса. Вот, здесь, ну, тоже предполагаю, интересно было бы посмотреть на Эрол Спенса, вот здесь бы, мне кажется, Стонионис немножко бы обделался, вот с Конором Беном я бы с удовольствием посмотрел бы, ну, Ну, Конор Бен, мне кажется, никогда на это не пойдет, и платформа другая, и нежен, ему нужно подавать старых и абсолютно ненужных этих вот соперников. Ну, а вот с Марио Бариусом за объединение, видишь, они на одной платформе боксируют на премьер боксинг чемпионшип, вот это было бы очень интересно, тем более, что сейчас мы будем обсуждать этого Бариуса. Окей, добавить больше нечего? Нечего. Тогда переходим к следующему поединку, это Брэндон Фигуэра, Джесси Магдалена. Бой за обладание, временное обладание титулом WBC в полулегком весе. Дим, что ты скажешь об этом поединке? Ну, не все там получалось фигуэрога, ну, результат есть, и результат хороший, у него удар хороший по корпусу получился, такий, чтобы уже соперник не мог встать, там такий бой, он закатал в девятом раунде, держал его в углу, значит, оказалось, что может и продолжиться поединок. Ну, то и удар, конечно, такий, что по корпусу, что не выдержал ни один, наверное, соперник. Так что Фигуэрога показал, что он, правда, бьющий боец, непогано видал, особенно в другую половину поединок. Мне цей поединок, ну, на то, что подобается, ну, дивиться можно. Я понял. Джафар, что ты скажешь? Ну, ровно, как мы предполагали, то есть я говорю, что Магдалена как боксер лучше, он опять решил Фигуэрога поиграть в такого дистанционника, не получилось. То есть, опять же, это не его выбор был, просто Фигуэрога, этот самый, Магдалена хорошо передвигался, уходил. И попался он именно в тот момент, когда он остановился, когда мы предполагали, что начнется для него конец. Он ментально устает от напора, случилось это, то есть он остановился, перестал двигаться по дуге, перестал отвечать. То есть, если в первых раундах у него получалось, там, на наскоках, даже при входе Фигуэрога на ближний, он даже апперкотом попадал, несмотря на то, что он ниже ростом. Так, в целом, картинка боя чуть, ну, противная была, много, много клинчей, много грязи, там, удары ниже пояса, столкновения головами. Я поставил на 2х после третьего раунда, то есть невозможно было смотреть. Вот, а так, ну, опять же, Магдалена, случилось так, как ожидали Магдалена, уже не тот, что был, да, в 16-м году, который давал Данейру боище. Более молодой боксер должен был победить, он и победил. Вот, если говорить про нокаут, то, кстати, очень хороший удар, прям под локоть залетел Фигуэрога молодец, он сориентировался. Другое, что там не было, да, видимо, saved by the bell, то есть там, если этот не спасал, Гонг не спасал. Нет, 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 в чемпионских поединках отсутствует правило трех нокдаунов, и Гонг не спасает от нокаута. Да, поединок абсолютно ожидаемый. Скажите мне бой, где Фигуэра не был безалаберным, размахивая своими руками. То есть эти вот залеты, его удары снизу, в каком, опять же, поединке они не заходили ниже пояса, где бы он за это не получал замечания. Вот, опять же, очень все удары вот этими длиннющими руками, сопернику надо просто сделать полшага вперед, и оно уже летит в ракушку. Вот, либо просто там чуть-чуть приподняться на ногах, и опять же, оно туда залетает. Эти все удары, правильно оценивал, они не были нанесены специально, то есть с желанием нанести, скажем так, травму, либо унизить Магдалена. Ну и, да, Магдалена, в общем, как бы дал боище, но, опять же, если бы Фигуэра умел бы боксировать и боксировать думающие, то с такими длинными руками только одним джебом можно было, мне говорится, чувака разбить и правым крестом просто забивать его. А потом уже, когда там несколько ударов он пропустил, можно уже было со средней дистанции переходить на работу по этажам. Но это стиль Фигуэра. Здесь уже его ни больница, ни новый тренер, ни даже божье проведение не исправит. Он такой, как был, такой, как есть. Единственное, что, опять же, насколько он, ему повезет и дальше, скажем так, проходить поединков, чтобы добиться быстрейшего чемпионского боя. Вот, я смотрю, что по версии WBC там Рэй Варгас, Ник Белл, Рубан Вилла, Рабей Сера Мирес, Карлос Кастро. Вот. Вот, то есть, интересно, с кем он дальше пройдет. То есть, будет он выходить сразу на этого Рэя Варгаса, либо что-то другое попробует, попробует сделать. Ну, это все покажет, снова уж таки, покажет время. Ну, а так, поединок, да, от которого ты не, это вот, скажем так, не в восторге, но при этом то, что он сделал с Марком Аксая, то, что он сделал с Джесси Магдалена, ну, это одно и то же. Не удалось, не удалось нокаутировать, но замучить удалось. Вот и все. Окей, Марио Бариус, Фабиан, Андрес Майдана. Вот здесь вот я как бы рукоплещу в Майдане, вот, и, ну, немножко фукаю в адрес Марио Бариуса. Майдана, мы говорили, что чувак, в принципе, что-то да умеет немногое, но понимает прекрасно, что такое работа джебом, что такое тайминг, умение встречать соперника, ну и, конечно же, здоровье у него. Ого-го-го. Вот. Аплодисменты. Просто чувак классно провел бой, доказав, что его и дальше будут хотеть видеть, мне так кажется. Ну, а Марио Бариус побитый, с синяками, с гематомками, но все уже в WBC в Элтервейд. Вот. И тут уже что дальше? Окей, Джафар. Да, я когда начал бой смотреть, я опять вижу, что Майдана абсолютно бездействует, думаю, ну, опять сейчас хорошо, опять его как будто силком сюда затащили, но со второго раунда он уже начинает двигаться. Да, Бариуса он заставляет уже задумываться перед тем, как к нему на дистанцию войти, то есть он двигался по дуге, когда уже видит, что пространство за ним сужается, он набрасывал комбинацию, чтобы остановить Бариуса, и что самое удивительное, Бариуса это останавливало. Несмотря на то, что он добыл нокдаун, абсолютно, не знаю, такие удары, наверное, проходят только по лапам в зале, когда с такой, с такой дистанции, это было ближе, чем средняя, заходит джеб и за ним хук. То есть догонку, грубо говоря. Да, вот, и после него, после нокдауна, Майдан опять же восстанавливается, а Бариус он как будто начинает сдавать. Элементарно, потому что Майдан его встречает, когда он входит на его дистанцию. Ну, у тебя получилось, у тебя же получилось отправить нокдаун, когда ты вошел, ну, не бойся, там, через корпус переведи, там, закинь какую-нибудь обманку, нет, ничего такого не было. Майдан действовал достаточно просто. Я говорю, что у него там правая рука была, больше правой руки у него получалось левой рукой навстречу очень хорошо попадает, да, такой некий чек-хук был. Он, по-моему, этим его и глаз, да, правый глаз был у Бариуса заплывшим, по-моему, правый. В общем, ну, да. Да. Заходили удары с обеих рук, которые не должны были заходить по сопернику категории Бариуса, с учившимся, ну, как мы говорили, с таксистом. Поэтому, не знаю, это было похоже на завершающий бой карьеры для Бариуса, несмотря на то, что он победил, да, но это вообще было неубедительно. Единственное было бы, если бы у него правил нокдаун, либо же после этого нокдауна добил, либо же еще в следующих раундах просто заставил бы тебя остановить бой. А так, ну, это закончився, боится. Дима, что ты скажешь? Ну, я насчет Бариуса не скажу, что там прямо закончится, боится. Ну, против каких-то средняков, да. Ну, он и раньше не был известен, как бьющий. Он же еще не Анис. Я от него и не ожидал, что он его на кауте. Он себя показал, ну, хуже, чем с Угасом. Он пропускал багато, пропускал голову и пропускал разбитых глаз, там, ну, там, ну, не разбитых, а стигенотома была. Ну, от, захист у него очень плохой. И взять его против каких-то хороших боксеров, так не Майдану, и Думайдана здорово себя показал. А вот, когда были классные боксеры, то у него были, конечно же, проблемы. Он же и проиграл, и на каутом Джаревонти. Если бы хорошего боксера на каутера против него, то он его снесет, это Бариуса. А если бы, допустим, вы сказали, что если будет бой с Танюонисом, то я думаю, что Танюонис его перебьет. Возможно, даже он на каутере. Там ничего не имеет у этого Бариуса. Ну, а ты думаешь, Бариус, Танюонис, Джафар? Ну, с Танюонисом нужно побеждать человека, который сможет его остановить ударом и тысячи раз задуматься, прежде чем упереться в соперника. А у Бариуса этого удара нет. Поэтому я не вижу, как он побеждает с Танюонисом. Тут вопрос в том, что мы видели, что Танюонис очень неплохо перекрывается, но Маэстро не бил по 5-6 ударов, как это делает Бариус. Вот. Единственное, что Бариус, мне кажется, будет мелким для Танюониса. И, ну, мне кажется, для Танюониса это будет трудный бой, хотя все шансы у Танюониса его выиграть, победить в нем. Так, идем дальше. Здесь это закрываем. Ну, и главный поединок Сауль Альварес с Хайми Мунгия. Я тут зашел на один в ринге, по-моему, ресурс. Да, я там типа, ай, Сауль Альварес, блядь, альняк, азел, блядь, стероидный баклан. Мне кажется, знаешь, что вот там где-то, ну, комментариев, один комментарий такой был более-менее, ну, нормальный. Ну, что чувак, в общем, показал, что он умный, что физически там в кондициях, несмотря там на возраст, на те поединки, которые он проводил. Вот. И, а те другие там 3-4 комментарии, я там их много было, но не читал, но все вот эти недовольные с Танионисом на уровне там типа Рыжий, Козел, Петушара там. У меня такое впечатление, что Танионис с их женами переспал, понимаешь? Канела, Канела. Ой, Канела, Канела. Ну, и Станионис потом за, да, потому что там они и Станионису еще накидали. Вот. Что вы увидели в этом поединке, ваше мнение от этого боя, Дмитрий? Ну, ну, непогано про себя проявил, ну, свой поединок проявил Альварес в том плане, что он сначала проиграл, ну, как первые там три раунда, мне кажется, что таки проиграл. А потом он смог донести свой апперкот лівий боковой и зупинил своего соперника. И Монгия уже не так себя проявлял в поединку. И потом уже он его сделан на классе, он более технический, Сауль. Да, он наносил Сауль меньше ударов, но они были точнейшие. А на счете Монгии, он вистояв, конечно, после этого нокдауна, после первого карьера, он показал, что против такого боксера, как Сауль, он не потянет. Он не тот класс. И технично, ну, он уступает, а то, что он наносил больше комбинаций, ну, так, а Сауль не защищался. Там ничего такого для Сауля не было несподіванного. Сауль его сделан на классе. Я считаю, что этот поединок для Монгии, он был провален, потому что он не готов был до того Сауля, чтобы выдержать все удары. А паркот, который там залетел. Ясно. Что ты скажешь, Джафар? Ну, я тоже небольшой фанат Канелла, хотя никогда его бои не пропускал. Вот. Как мы и предполагали, то есть Монгия вышел, и вот эта его паника была даже слишком хороша. Больше, меньше я от него ожидал вот в этом потоке, пока адреналин хлещет, он хорошо подбирал удары. Он понимал, что вот, как план, помните, когда Канелла давал паузу, он исключительно набрасывал по блоку. Монгия нет. Монгия он переводил. Монгия там пытался провести апперкоты, когда Канелла там соскальзивает у него блок вниз, вверх и так далее. Просто Монгия чего не хватило? Ему не хватило зрелости. Ему не хватило опыта, что руки нужно держать на протяжении всех 12 раундов наверху. Даже когда у тебя получается попадать по сопернику, не забывай их возвращать на место. Я не верю, что бой продолжится после этого нокдауна, но Монгия молодец, выстоял. Если бы бой закончился после этого нокдауна, то получилось бы вообще 100%, как мы и говорили. То есть Монгия выйдет на каком-то раше. Три раунда он выиграл первый, как по мне. Но опять же, это пока Канелла разгонялся. Другое дело, что Монгия показал, что можно с Канелла и рубиться. И уже вот это время у Канелла, которое он берет в первых раундах на то, чтобы пристреляться, присмотреться, уже занимает намного больше времени. И можно быть очень даже успешным в это время. Поэтому, когда у Монгии были успешные эпизоды, у меня сразу в голове, что если бы сейчас был Бенавидес, который больше, который не боится пропустить, в принципе. И который умеет держать крепкий блок, из которого вылетают быстрые удары. Он все-таки бьет быстрее, чем Монгия. Сильнее, не знаю, наверное, никто тоже. А Канелла, опять же, на опыте. То есть он не был в своей лучшей форме, как он говорил на взвешивании. А Монгия, наоборот, был в своей лучшей. То есть даже лучшей версии молодого Монгии не хватило для того, чтобы побить Канелла. В конце он вообще посыпался. То есть нужно было провести работу. Даже если бы он в первых раундах, окей, так неактивно не работал бы, надо было оставить на позднее. Потому что у Канелла после этого пика, на котором он выходит, на котором он уже ищет вот эти вот, как туда оверхенд запустить по бицепсу или по плечу, у него уже начинается спад. И вот надо было энергию сохранить на этот спад тоже. Он не выглядел очень свежим в поздних раундах. А так, уже сделано, что сделано, Канелла переломил. Не скажу, что переломил, победил, ничего особенного не показал. Меня больше удивил Монгия, чем Канелла. Говоря об этом поединке, я опять же там, ну вот я не понимаю, что показал Монгия из того, что, вот сейчас говорит, вот Монгия показал Саулю Альваресу. А что он показал? Он показал, что Канелла уже стареет. Да не стареет он, ну давай вспомним другие поединки Альвареса, да, против того же Билли Джо Сондерса. Что там, Джо Сондерс был красавчиком. В другой стиле. Да дело не в другом, дело в общей конве, да, в общем рисунке. Когда Канелла, да, не то что там включает задний, Канелла дает сопернику максимально, в общем, как бы показать себя, выложиться, а потом потихонечку ломает бой. Вот, это тактика, то есть, ну вот в любом бою, если взять бои Альвареса, да, ну там с Биволом прошла, в общем, хрень. Но с Чарло, что, Чарло как бы не игрался там в какого-то там файтера, а потом тупо, знаете, засунул язык в жопу. Ну, подобный, Джон Райдер, что, Джон Райдер не навязывал драку Канелла в начале боя, навязывал пока свеж, ну и Кале План тоже самое. Канелла дает, дает ему набросить, потому что Канелла, смысл сразу идти в рубку, смысл, я считаю, так мое мнение, идти сразу в жесткий обмен ударами, что-то ломать, когда, и ты сразу все свои силы отдает, да. Вот, дай сопернику помахать руками, дай ему устать, дай ему поверить в том, что он навязал тебе твою тактику, а потом его просто бери и ломай. Вот, Канелла, Канелла у меня единственная, точно так же, как и в поединке со Станионисом, претензия к Станионису, что он очень много ударов наносил зря от Канелла. Слишком он много ударов наносил зря, особенно вот эти вот боковые, когда Хайми практически напополам сгибался, и завершающий удар комбинации у Канелла летел над спиной. Ну, вот, здесь уже можно было понять, там, что, ага, если он так работает, то я комбинацию завершу каким-то там корявым, но апперкотом, либо ударю, просто не буду целить голову, а там поменяю траекторию, хотя бы ему где-то там в область почек заряжу, там, что-то, ну, что-то такое, вот. А так, главная проблема Хайми Мудгия, это отсутствие опыта, вот отсутствие действительно хорошей команды, я не понимаю, что там делал у него Фредди Роуч, сидели они там, разговаривали, мать, о чем-то, как только я увидел Роуча, я, мать, ну, ну, это или жесть отчаяния, что, типа, давай пригласим Роуча, у нас, мать, никого нету, мать, у нас, все спрашивают, мать, когда смотрят на нашего тренера, говорит, отчем-нибудь, сразу мне взяли специалиста с первого вагона пригорной электрички, а хотя бы до третьего не дошли, вот. Он с райдером тоже был, еще с боя с райдером. Да не, ну, я, я, я в том, что все прекрасно понимают, что Роуч, это, ну, не больше, чем наклейка, вот, наклейка на какая-то, вот там, или на, у нас в свое время на портфеле клеили наклейки этих вот Гермаз, ГДР привозили таких девочек ужасных, вот, 80-х годов, и вот на портфель там, то есть шиком считалось довольно-таки сомнительным, но так было, что у тебя должно быть на портфеле, если у тебя одна наклейка, то ты лох, а если у тебя три наклейки, то ты, мать, вообще, мать, у тебя, вот, ты человек с будущим, скажем так, переводные картинки, вот, переводные картинки, вот. Поэтому Хайми Мунгия был таким, как в любом своем поединке, против серий, против комбинаторики, против здоровья, против какой-то скорости, вот. Вот, он не мог к этому всему добавить банальный, банальный мозг, который, допустим, заставит, заставит Альвареса выйти из той теплой воды, в которой Альварес зачастую и пребывает, работая сначала вторым номером, а потом постепенно передавливая соперника и беря на себя, в общем, работу первым номером. Вот здесь вот, как говорил Анатолий Климанов, говорит, обмануть соперника, это тоже великое искусство, заставить соперника чувствовать себя не в своем корыте, не в своем стиле, чувствовать неудобство. К сожалению, Хайми Мунгия ничего из этого не смог сделать. То, что он сначала там наносил удары, и эти удары как бы были очень качественными. Я читал, у меня там был, ну, вы тоже, когда смотрите трансляцию, вы видите, там идет чат, типа, а, Хайми Мунгия попадает, то есть, я не спрашивал человека, я просто там, он снова попадает. Где он там попадает, там? Альварес убирал голову, там, да, было пару раз, что, в общем, как бы прилетело, но если бы прилетело, да, если бы прилетело, в полном смысле этого слова, там, ну, Альварес хотя бы покачнулся, ну, не знаю, оступился бы, там, его как-то повело, там, либо он замер на месте, ну, просто не долетало, то есть, Альварес настолько, в общем, как бы чувствовал эти все удары Хайми Мунгия, что он просто либо убирал голову, либо поворачивал подбородок, либо он расслаблял шею и оттягивался, что удар прилетал уже в самом его окончании, то есть, не было вот этого звонкого «бам», который делает хоть какой-то эффект поражающий. Поэтому Хайми Мунгия полное отсутствие опыта, и, опять же, то есть, опыт, единственный опыт, я считаю, который ему был полезен, это опыт с Сергеем Деревянченко, но, опять же, из каждого поединка, вот с поединком Сереги надо было делать какие-то выводы и, безусловно, брать Сергея Деревянченко, спарринг-партнеры для подготовки к бою против Альвареса, потому что для... я считаю, что Деревянченко был бы хорошим спарринг-партнером именно для Хайми Мунгия, но решили этого не делать. Поэтому поединок обыкновенный, то есть, знаете сказать, что это был за поединок? Еще один бой Альвареса, все, ни больше, ни меньше. Он показал, что он умудрее, что класс у него выше, что команда у него лучше, что если он, скажем так, стероидный наркоман, то у него стероидные наркотики, мать, гораздо качественнее, нежели у Мунгии. Вот и все, мать, а это говорит о классе, не просто о классе бокса, но и о классе подготовки к поединку, мать, и с финансовой точки зрения, и даже у многих есть деньги, мать, у того же Уалдера есть деньги, мать, но потратить их на качественный лагерь, мать, ему что-то не удается, мать, каждый раз жопа какая-то. Поэтому говорит, что Альварес там дурак, идиот, а это такой-то сякой, ну, это могут говорить только люди, маргиналы, которые понимают, что Альварес переспал с их женой, мать, и они исполняют роль несчастных куколдов, не только несчастных, но и обозленных. Окей. Для Альвареса следующий поединок, насколько мы понимаем, с Эдгаром Берланга. Вот здесь вот уже можно, мать, на Альвареса, мать, накидываться, мать, с, как, не знаю, там, с цепи сорвавшейся кобели, если есть желающие, и говорить, нахрена, нахрена, мать, этот вот, мать, недоумок. Ты, понимаешь, как Робеспьер сказал, все мы знаем прекрасно фразу, искусство принадлежит народу. Вот, но дело в том, что стуки коммуняки и большевики обрезали фразу великого Робеспьера, которая звучит в оригинале так, искусство принадлежит народу, поскольку задача искусства поднимать сознание народа на высоту понимания самого искусства. Здесь же понимаешь, в общем, искусство не просто, как пять копеек положил в карман, и вот искусство принадлежит народу, а искусство должно тебя поднимать. И здесь вот у Альвареса, если ты бухаешь, то, в общем, понижать градус ни в коем случае нельзя. И, опять же, если ты занимаешься искусством бокса, то, в общем, как бы пользоваться какими-то там кичевыми, вешать коврики на сухую шукатурку тоже не следует. Его спрашивали с Бенавидесом, он, я посоветуюсь своей командой. Ну, здесь я уже могу быть жестким, с писюном своим посоветуюсь, если мозгов нету. Вот. Но если люди хотят видеть вместо Берланги Бенавидеса, то надо, в общем, это дать. Тем более ты сам понимаешь, что ты уже стареешь, и если ты уже боишься проиграть, я хочу завершить карьеру на мажорной ноте. И все. Ну, когда этот самый Джулиан Джексон поднимался, и Шугар Рейлианн что сказал? Ты слишком сильно бьешь, я не хочу с тобой боксировать. То же самое мог Анелло сделать. Абсолютно верно. Но признать это, значит, расписаться в собственном бессилии. А даже быть циничным, скажем так, меркантильным, меркантильной сволочью, нужно тоже иметь яйца, чтобы, в общем, так говорить. Окей, завтра у нас поединок. Токио-дом, столица Японии, Токио, Япония. И знаете, чем поединок Наоя и Ноя против Луиса Нерри как бы цепляется в истории? Кто знает? Кто смотрел? Ну, если вы про Токио-дом имеете в виду именно, что это второй бой после Тайсон Даглас, который пройдет. Да, Тайсон Даглас, понедельник, 21 марта 88-го года. И знаете, что примечательно, кто был промоутером того поединка? Акихира Хонда. Чувак, который и сейчас является промоутером. И Ноя. Такие вот. Итак, Наоя и Ноя Луис Нерри. Поединок, где на кону 4 титула чемпионов мира в супербентах. Это первый полулегкий вес. 55,3 килограмм. Оба бойца выполнили вес. Там Луис Нерри показал 53. Ну, и Оноя тоже показал там 52 с копейками. Или наоборот. Ну, неважно. Но в вес они вошли. Также Таком Иное, Таком Иное против Шо Ишиды будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в Бентамвейте. И Джейсон Молани, блядь, у шлепок будет бороться с Ишидкой Токеей за WBA в Бентамвейте. И Серхио Юрия Акуи, Протой Таку Кула, Хара, WBA в Флауэйте. То есть 4 чемпионских поединка. Довольно-таки напряженный вечер бокса. Но поскольку у нас нет Толяныча, о чем мы говорим о японцах всех. Давай, в общем, Наоя и Ноя Луис Нерри. Что за поединок вы ждете? Что за поединок вы ждете? Дима, включи, пожалуйста, звук, потому что у тебя опять все фонет. Ну, я жду оцего поединка перемоги Наоя и Наоя. Я бачу перемогу нокаутом. Ну, я думаю, что не справиться с соперником своими. И Наоя розбереть своего соперника. А он не справиться с соперником своим соперником. Он проиграет. Я думаю, что, наверное, он все-таки полезет драться. Полезет в драку. А там, как с фигурого, будет все закончено. Там, я помню, произошел удар по корпусу. А Наоя б'я и по корпусу хорошо. У него жесткие удары. И прессингуем здорово. И бьет он технично по сравнению с Луисом Нерри. Мені кажется, что перемела он его. Возможно, если повезет Луисом Нерри, то не первая половина, а может и первая. Ну, я не говорю ничего плохого против Луисом Нерри. Он не плохой боксер. Но по сравнению с Наоя, то он, естественно, ему выступает по всем параметрам. Я думаю, что и удары больше жесткие, и как раз не в Нерри, а в Наои. Питание в том, насколько его хватит, когда Луисом Нерри держит эти удары. Если хватит, то просто и там в другую половину, возможно, будет нокаут, а может и первая. Потому что удары у Наои очень серьезные. Я думаю, что переможен Наоя, нокаут. Спасибо, Дмитрий. Джафар, что ты скажешь? Я пару слов про андеркарс скажу. Там никакой интриги не будет. Я одним глазом посмотрел, что перед прошлым зумом все фавориты победят. То есть Акуи там дерется вообще с человеком, который нокаутировал за три раунда, по-моему, в первый раз. То есть никакой интриги там ждать не стоит. И новое – это материал паундовый. То есть человек заслуживает, если не первая, то второй строчке паунда уж точно. И раньше он мне, кстати, не нравился, потому что я думал, ну, опять он выйдет там, зарубит кого-то. Но когда я начал изучать его бокс, когда я пересмотрел его бои с суперсерии, там, бои с Данейром, с тем же Родригесом, то я понял, что это, ну, это умный боксер в первую очередь, который умеет подстроиться, если что-то идет не так. У которого всегда план А, Б, С на бой готовы в кармане. Который умеет подготовить. Он идет тупо с одним ударом. Он умеет подготовить свой удар. Если это не левый навстречу, если левый навстречу не проходит, он встретится справа и по корпусу. Если справа и по корпусу не получается, он разорвет дистанцию и начнет работать с вторым номером. То есть это вечно думающий боксер с хорошим ударом с обеих рук, кстати, он бьет. И с передней, и с задней всегда он мощно встречает. Боюсь, Батлером, он показал, что, окей, если ты работаешь после меня вторым номером, я хочу комбинационно поработать. Я тебе этого не дам сделать. Я буду работать с одиночными, буду жалить, отходить и буду заставлять тебя идти на себя. И как на удочке давать тебе эти все приманки и обманки, в результате которых ты просто упадешь от разрыва печени. Прыгает по весовым Фултона, ну, это был D-класс. Я не верю, что настолько мощно он выступит. Это было очень красиво. Вот. Нерри. Нерри – это боксер, который на среднем уровне, он кажется, да, суперменом, но когда он выходит на чуть выше среднего, тот же самый Фигаро, он откусывает больше, чем может проглотить. То есть он пытается навязать какую-то зарубу, но его вот эта манера ведения боя, она настолько хаотична, что он пропускает удары. Удары слишком размашисты у него. Но я когда вижу вот этот его стиль и насколько идеальным контрпанчером является Иновы, я не представляю, что должен делать с Нерри. Просто привязать руки к голове, чтобы не пропустить этот один мощный хотя бы хук от Инова. Поэтому я тоже не вижу здесь, как бой пройдет всю дистанцию. Вижу нокаут от Инова. Как пройдет бой, мне интересно, потому что рискнет ли Нерри как-то сразу с первых минут навязать какую-то зарубу, какой-то бой на ближней Инова, я не верю. Потому что он, наверное, адекватно оценивает свои способности. Если начнет вторым номером работать, Инова догонит и забьет. Вот. Поэтому интриги здесь я какой-то не вижу. Но, опять же, в последнее время, в силу того, что у нас полного апсетов каждую неделю, может, что-то и будет. Поэтому, друзья, не пропустите. В нем, кстати, завтра будет, да? Нужно выделить время в обед хотя бы, чтобы посмотреть. Ну, я думаю, что апсета не будет. Я тоже так думаю, но всегда нужно но оставлять. Слушай, да, в общем, как бы всегда классно было прикрывать бы свои тлы. Но хочу сказать одну такую вещь. Давайте разбираться, да. Если мы, ну, смотрим, да, мы знаем, кто такой Наои, знаем, кто такой Нерри. Насколько Нерри сможет изображать из себя супернанита Данейра, там супербатлера, неимоверного Пултона и Топалиса, которые вот в один момент ноги станут, слово в сапогах-скороходах, быстрые, неуловимые, защита будто перчевая, и удары все будут лететь, ну, просто уничтожительные. Ну, вот насколько вот Луис Нерри в одночасье может стать супер-пупер, да, там, заряженным. Потому что он возьмет на себя второй номер, Ну, на Ое, ну, опять же, у Луиса Нерри есть проблема, там, при всех 27 нокаутах, которые у него есть победа, чистым нокаутером, он его сложно назвать, хотя у него достаточно победа нокаутом. Но, опять же, вот эти все нокауты, ну, не того уровня бойцы. Вся ситуация в том, что у Иной не зря его называют монстром. Он ломает, он ломает не только своими ударами, он ломает тем, что соперник, ну, вот опять же, мое мнение, соперник бьет и видит, что результата его удара, ожидаемого результата нет. Ну, удар не работает. Один-два таких удара нанести, и постепенно ты впадаешь в панику, потому что тебе надо что-то придумывать, что-то меняться, а тебя начинают, извините, пожалуйста, пиздень. Вот. И здесь, и надо, получается, разрывать дистанцию, убегать, а оторваться невозможно. То есть мы видели, что и на Фултоне у него это не получилось, а если уже брать хорошо, он встанет и зарубится. Ну, мы посмотрели, как это было с фигуэра. В общем, зарубиться особо не получилось. Потому что вот эти вот корявые удары фигуэра, которые летели по непонятно какой траектории и все-таки доставляли проблемы Нерри у Наои, они будут лететь по кратчайшей траектории, очень хорошо разогнанной и четко по цели. Поэтому, если честно, мне жалко Луиса Нерри. Я буду неимоверно удивлен, если Луис Нерри победит. Менее удивлен, если он пройдет полную дистанцию. Хотя полную дистанцию он может пройти. Но в том, что здесь опрос был, я сделал на телеграм-канале из-за рейт-шоу, да. То есть, как бы все предпочтительно говорят о том, немного человек проголосовало там, вот, порядка что-то сорока, но подавляющее большинство то, что, в общем, как бы наое и иное... Ну, сейчас еще раз гляну. Проголосовало 82 человека, и вот... Кто-то выбрал Нерри победит досрочно 7%. Ну, нет, да, там два голоса, получается, действительно. Нерри победит досрочно. Ну, они художники, они так видят. Вот, может, они действительно замечают в Нерри что-то, что мы не замечаем. Вот, на самом деле, в общем, хотелось бы, знаете, чтобы кто-то обосновал, почему Нерри может победить. Потому что я, даже вот, если бы мне платили как адвокату Нерри, ну, я не вижу просто, я не вижу, чем Нерри его может победить. Разве что, ну, опять же, то есть у него хорошая фарма была, его действительно вытащили, сделали из него железного человека. Ну, потому что наое, это не просто... Наое, это не просто удары, это не просто здоровье, это ментальность. Вот эта вот ментальность, которая понимает, что у меня нет цели, у меня есть путь воина. И если я умру, ну, все умирают. Да, Дим? Да, Дим? Я, Дюра, я еще бы, дивился, как, например, в своей коренции, как дивился на него, ну, на Луся Нерри, наое, так видно, что это же про ментальность. Вона, как воин, дивится на него таким взглянув, что все бы мне все бы ясно стало. Не, Нерри не смотрит на... Точнее, наое не смотрит на Нерри, он смотрит сквозь Нерри. И это настолько ясно, то есть, это очень неприятно. И не знаю, насколько, в общем, будет готов Нерри. Очень хотелось бы, чтобы он дал действительно бой, потому что для него это очень важный поединок. Вот. Как вы знаете, одним махом все пояса забирахом. Вот. Но завтра в 11 часов начало трансляции по времени Киева. Вот. Я думаю, что где-то к часам 3 мы увидим этот поединок. Так что все будет достаточно интересно. Ну, а в понедельник, завтра вечером, в общем, собственно говоря, если появится Толяныч, появится Анатолий, то, в общем, как бы они расскажут нам свое ведение поединков уикенда. Ну, и поделится уже своим мнением о противостоянии Нерри и Наои. А есть что-то добавить к вышесказанному? Нет. Ну, за 7 я тогда предлагаю наше заседание закрыть. Еще раз поздравляю всех, кто празднует в Лейкдене с праздником. Всех остальных скучной, нудной и мирной ночи. Всего доброго. Пока. Пока.